Профессиональный праздник работников налоговых органов отмечают 21 ноября вот уже 23 года. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 91 году указом президента РСФСР, была образована государственная налоговая служба. 7 лет спустя она преобразовалась в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. В межрайонной ИФНС номер 22 по Московской области есть сотрудники, работающие в ведомстве буквально с первого дня создания. Я 1 февраля 91 года пришел работать в налоговую службу. Те вот, кто стоял у истоков, ветераны налоговой службы, помнят, как шло формирование такой важной структуры, которая обеспечивает экономическую безопасность страны. Одинцовских налоговиков поздравил глава округа Андрей Иванов. Он подчеркнул, что именно благодаря сотрудникам ведомства становится возможной работа важных социальных проектов и программ Подмосковья. Одинцовский округ не первый год признается одним из лидеров по управлению финансов. Мы каждый год стараемся увеличивать поступление в бюджет, мы сокращаем задолженность. И все это как следствие той конструктивной, эффективной и очень тесной работы с налоговиками, с вами, которые мы проводим в разных форматах. Среди лучших сотрудников, получивших награды, начальник отдела камеральных проверок Ольга Корпицкая. Работает в ведомстве уже 8 лет и признается, когда пришла сюда в 2015-м, не думала, что свяжет с этой профессией свою жизнь. Когда приходим на работу, кажется, что это временно. Но когда ты любишь свое дело, когда ты любишь людей, с которыми ты работаешь, всегда дело ладится. Поэтому вот на 8 лет я здесь задержалась. Очень рада, что я причастна к Федеральной налоговой службе и непосредственно Межрайонной ФНС номер 22 Московской области. Почетными грамотами и благодарственными письмами в этот день были награждены 30 лучших сотрудников из 16 отделов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 22. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.